Здравствуйте! Вы смотрите наши новости на телеканале ИТВ. И вот о чем пойдет речь в сегодняшнем выпуске. Примущество – убрать паутину проводов от интернета в многоквартирных домах. Наше министерство разработало совместно с жилищной инспекцией методические рекомендации. В Симферополе снова откладывается сдача детского сада на Балаклавской. Какие нарушения были выявлены на этот раз? Не допущен Ростехнадзором лифт технический, не подключена электроустановка по постоянной схеме и нет допуска Ростехнадзора. Республиканские депутаты поддержали коллег из Красноярского края, которые выдвинули на рассмотрение проект нового федерального закона. Инициатива будет особо интересной для крымчан, ведь речь идет о налогах на землю, которая используется для добычи ресурсов, в том числе и воды. Депутаты Красноярского края предложили на рассмотрение коллегам из всех регионов России проект нового федерального закона. Документ изучили и крымские парламентарии. Закон предусматривает внесение изменений в земельный кодекс. Сейчас ставка за аренду участков, предназначенных для недропользования, фиксирована. Новый проект предлагает другие нормы. Коллеги предлагают исключить эту норму и отдать решение этого вопроса по установлению этой ставки на решение субъекта, чтобы каждый субъект определял в целях пополнения своего бюджета. Под недропользованием предполагается использование участка для добычи ресурсов из земли. Это относится как к полезным ископаемым, так и к воде, что особенно актуально для Крыма. Республика сможет плавно регулировать стоимость воды для потребителей путем изменения суммы арендной платы. Кроме проекта нового закона, депутаты обсудили и более точечные вопросы. Например, передача двух квартир в Щелкино в муниципальную собственность. В них переселят людей из аварийного жилья. Еще три помещения передадут в собственность Симферополя. При передаче в муниципальную собственность граждане смогут воспользоваться своим правом и, соответственно, приватизировать свое жилье и решить свою, условно говоря, жилищную проблему, если не ставят перед собой такие цели. Сейчас в этих помещениях живут люди, однако выкупить заветные квадратные метры ранее не могли. Теперь у них появится такая возможность. Никита Егоров, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ Представители крымской власти встретились с интернет-провайдерами республики, чтобы спасти многоквартирные дома от беспорядочно свисающих проводов. Нашли главную причину и способ устранения непорядка. Кто и за чей счет будет заниматься этой проблемой, пока не ясно, но прогресс в вопросе уже есть. Целые паучьи сети из интернетных проводов в подъездах и на фасадах многоквартирных домов, к сожалению, привычное явление для Крыма. Далеко не все провайдеры волнуются о том, чтобы их коммуникации были закреплены аккуратно и надежно. Крымские власти намерены решить этот вопрос раз и навсегда. Для этого они провели совещание с региональными поставщиками интернета, где предложили способы уладить проблему. Наше министерство разработало совместно жилищные инспекции методические рекомендации. После совещания всем будут розданы, в электронном виде направлены. Мы попросим вас внести свои предложения, я думаю, до 29 марта. По словам провайдеров, основная причина того, что они протягивают интернетные провода по стенам – отсутствие кабель-каналов в большинстве домов. Но даже там, где они предусмотрены, уже нет места. Можно, конечно, заняться поиском неиспользуемых проводов, либо установить новые каналы. Но кто это будет делать и за чей счет – не ясно. Впрочем, предложения уже появились. Расходы на эти мероприятия может нести либо фонд капитального ремонта, который пополняется за счет средств собственников жилья, либо сами собственники. В случае, если строить новые каналы будут в рамках капремонта, то упорядочивание проводов затянется. Впрочем, ничто не мешает найти и альтернативные способы решения. Правда, заставить провайдеров строить коммуникации – тоже не лучшая идея, уверены поставщики интернета. В таком случае им придется тратить больше средств на прокладку кабелей. Мы деньги получаем от абонента. И любое увеличение стоимости по размещению оборудования, мы так тоже посчитали, к встрече они готовились, на 100 рублей, если нам увеличат стоимость размещения, это примерно 10 рублей к тарифу. По-другому быть не может. Очевидно, что проложить новый кабель-канал – не 100 рублей. А значит, такое решение поднимет стоимость интернета на солидную сумму. Именно поэтому власти намерены внимательно рассмотреть все предложения и снова встретиться с провайдерами в начале апреля. Тогда и примут единое решение. Никита Егоров, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Сдача в эксплуатацию детского сада на Балаклавской в Симферополе снова откладывается. Виной всему нарушения и недочеты, которые комиссия по строительству дошкольного учреждения обнаружила при проверке. Основные претензии касались благоустройства прилегающей территории и детских площадок. Сколько времени понадобится подрядчику на устранение всех нарушений и когда маленькие жители с крымской столицы смогут наконец-то переступить порог учебного заведения. Подробности в сюжете. Строительство детского сада на Балаклавской началось еще в декабре 2016 года. С тех пор срок сдачи дошкольного учреждения несколько раз откладывался. Изначально планировалось ввести его в эксплуатацию еще в конце 2018 года. После в марте текущего. И вот теперь дата сдачи садика вновь перенесена. Виной всему недочеты, которые были обнаружены во время визита в учреждение рабочей комиссии. В первую очередь, конечно, не завершено благоустройство. Элементарно не высажено зеленое насаждение, не посеяна трава, где-то черноземы еще надо довозить, перекрывать ливневку и так далее, и так далее, и так далее. В целом не закреплено оборудование, мало архитектурной формы, работы еще много на улице. Первое, на что обратил внимание министр – бортовые камни. На некоторых уже сейчас с невооруженным глазом видны трещины, другие и вовсе начали рассыпаться. Надо будет разобраться и в лабораторию отправить один бортовой камень. Потому что если они уже рассыпаются, что же мы тогда через два года будем без бортовых камней здесь? И если к благоустройству территории вопросов много, то работу, которую проделал подрядчик внутри здания, министр оценил на четверку. Так уже смонтировано и подключено оборудование, расставлена мебель, есть вода, завершены строительно-монтажные работы. Но и тут без недочетов не обошлось. Основные замечания – это на кровле несколько примыканий, мусор в подвале, не допущен Ростехнадзором лифт технический, не подключена электроустановка по постоянной схеме и нет допуска Ростехнадзора. Это самое серьезное замечание, которое сегодня выявлено, которое требует действительно внимания и времени. В свою очередь подрядчик признался, что к визиту комиссии полностью не подготовился. Уборка была проведена только внутри здания. Однако все работы, по его словам, были выполнены в соответствии с проектом. Это проектный недочет. Если касается оборудования, то проект разрабатывался не нашей компанией. Мы сделали и построили садик в соответствии с проектом. Если здесь лежал чернозем, мы положили чернозем. И исключительно добрая воля была у нас, как генерального подрядчика, пойти навстречу, сделать резиновые покрытия по цвету краски, по малым архитектурным формам. Здесь произошли улучшения. Все замечания подрядчик должен устранить в течение месяца. После чего вопрос о сдаче объекта будет рассматриваться снова. Мария Моссур, Артур Чалый, Служба новостей и ТВ. Сотрудники ДПС Симферополя задержали нарушителя. Во время разбирательств мужчина пытался подкупить инспекторов дорожного движения. Водитель автомобиля Кеа был остановлен сотрудниками полиции за проезд на запрещающий сигнал светофора. 20-летний автолюбитель сел за руль транспортного средства, уже лишенным права на его управление. От страха понести ответственность парень попытался решить проблему на месте. Дать полицейскому взятку в размере 4000 рублей. Сотрудники ДПС об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу его предупредили. Однако нарушителя такие предупреждения не остановили. Он оставил деньги в подстаканнике служебного автомобиля. Материалы проверки направлены в подразделение Следственного комитета Республики Крым для принятия мер в соответствии с действующим законодательством. Крымский следком возбудил уголовное дело по факту отравления двух школьниц в Красноперекопске. Проводится расследование. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства. Напомним, утром 21 марта из-за употребления неизвестных медицинских препаратов в Красноперекопске погибла 15-летняя школьница. Официальный диагноз – биологическая смерть из-за отравления медпрепаратами. Вторую девочку удалось спасти. Инцидент произошел в школе номер 4. По информации СМИ, следователи опросили персонал учебного заведения и одноклассников девочек. Назначены необходимые экспертизы. В Следственном комитете ситуацию по-прежнему не комментируют. Мы переходим ко второй части выпуска. Смотрите далее. Пулем ветер не помеха, если оружие в руках крымских стрелков. На полигоне под Евпаторией полсотни силовиков определяли самых метких. Два мастера международного класса, мастера спорта, значит, четыре мастера спорта. Судейская коллегия у нас достаточно серьезная. Под бдительным надзором УФСИН празднует 140 лет создания службы. Служба в уголовно-исполнительной системе отличается тем, что мы, в свою очередь, ограждаем население от тех людей, которые приступили с законом. Полсотни крымских метких стрелков демонстрировали, как попасть в десятку, когда до цели 100 и даже 300 метров. Оказывается, не проблема метко владеть оружием не только для сильных мужчин, но и для дам в погонах. В меткости спортсмены-силовики соревновались на полигоне под Евпаторией. Впрочем, лучшие из них вскоре отправятся намного дальше Крыма. Им предстоит составить конкуренцию таким же метким стрелкам всего Южного федерального округа, а затем, возможно, и на чемпионате Южных войск. Как крымчане владеют пистолетом и даже снайперской винтовкой, видел Тарас Брезицкий. Беспредварительно подготовленной системы защиты для ушей тут на полигоне под Евпаторией прямой путь в лоротделение. Впрочем, оружейные трели для них привычное дело. Идет чемпионат Росгвардии по Крыму и Севастополю по стрельбе из стрелкового оружия. Не жалеют себя и, как принято считать, слабые сотрудницы. У Виктории Леоновой за плечами четверть века стрельбы. Неудивительно, что она мастер спорта, а пистолетом Макарова действует так изящно, как Лара Крофт своим любимым кольтом. Впрочем, перфекционистка по натуре результатом осталась недовольна, хотя кучность на мишени впечатлит простого обывателя. Стрельба – это такой особый вид спорта, может быть, где-то. И особенно стрельба с боевого оружия. Здесь может быть не только ветер, как и освещение, но больше, я так думаю, повлияло немножко волнение. Потому что все-таки у нас участницы, они представители спецподразделения, они у нас девушки подготовленные. Задача этого упражнения с пистолетом Макарова – выдержать две серии по 10 минут. На каждую дается такое же количество выстрелов. Это значит, что стрелять можно с чувством и расстановкой. Но для тех, кто оказывается в экстремальной ситуации и жизнь может спасти каждая секунда, представлено другое. Стрельба на скорость сразу по двум мишеням. В отличие от жизненных заварушек, тут после подхода можно провести работу над ошибками. Ну, еще бы получше бы прицел выбрала, и чтобы рука не так тряслась. Здесь выстрелы звучат значительно более гулкие, а спортсмены, хотя назвать так, мужчин в форме с трудом поворачивается язык, занимают горизонтальное положение. Чтобы добиться максимального успеха, необходимо фактически стать одним целым с землей. Затаить дыхание, привести в действие спусковой механизм и сбить с цели условное яблочко. Расстояние от огневой позиции до мишени сотни метров. Это приблизительно как длина среднестатистического футбольного поля. То есть, говоря спортивным языком, участнику необходимо сбить паутину с десятки. Правда, стрелку это сделать гораздо проще, чем футболисту. Ведь задействованы не ноги, а голова и руки, которые надежно держат автомат Калашникова. Не сделать пулю дурой здесь может фактически каждый. От служебных заслуг и регалий местных участников кругом идет голова. Два мастера международного класса, четыре мастера спорта. Судейские коллеги у нас, достаточно серьезные у нас, судьи всероссийской категории. Все квалифицированы, дилетантов нет. А самая сложная цель, выполнение которой даже здесь далеко не каждому под силу располагается вон там, поодаль, по этой мишени. Не то, что просто метко попасть, ее еще и разглядеть невероятно сложно без специализированной оптики. Впрочем, про таких людей, которые взваливают на свои плечи невероятную сверхзадачу говорят. У них глаз как у орла, это снайперы. Расстояние отсюда до самой далекой мишени составляет три сотни метров. Мишени со стометровки переносят в район одиноко стоящих БТРов. Возможно, чтобы приблизить соревновательные условия к более боевым. Впрочем, показывать лица самых метких и ответственных нельзя. По понятным причинам. Снайперы, которых соревновалось пятеро, не идут и на контакт с прессой. Да и без фарта в этом деле не обойдешься никак. Расстрелянные мишени тут в Крыму для них не главная мотивация. Те, кто справился с волнением, ветром и с включенными телекамерами, зачехляют оружие ненадолго. Нужно тренироваться, не щадя себя. Ведь совсем скоро, 16 апреля, отношения на стрельбище будут выяснять самые меткие силовики из всего Южного округа. Тарас Брезицкий, Александр Рыбин, Служба новостей ТВ, Евпатория. Под пристальным надзором Управление Федеральной службы исполнения наказаний отмечает почти круглую дату – 140 лет. В этот день в Симферополе коллеги поздравляли друг друга. Особо отличившихся на службе награждали и благодарили за ответственную работу. На территории Крыма органом, который осуществляет исполнение уголовных наказаний в виде лишения свободы, исправительных работ, лишения права занимать определенные должности, является Управление ФСИН России по республике. Сегодня ему исполняется 140 лет. В этот день награждали особо отличившихся офицеров, в том числе и Светлану Ревудскую. Служит девушка уже 12 лет. Форму надеть мечтала с детства. Одеть форму для меня, безусловно, это гордость и внутреннее достоинство. Почему? Потому что служба в уголовно-исполнительной системе отличается тем, что мы, в свою очередь, ограждаем население от тех людей, которые приступили закон. И прежде всего нужно оставаться верным долгу, верным присяге и верным своему выбору. Награждал и поздравлял офицеров начальнику ФСИН Крыма. Главное, что можно пожелать сотрудникам такого непростого ведомства, это безопасности, интуиции и плодотворной работы. Хочется выразить особые слова. Глубокое обязательство вашим близким, которые с волнением и тревогой ждут вас. Со службы вместе с вами переживают ваши успехи и неудачи, сохраняя тепло домашнего очага. От всей души желаю вам крепкого здоровья и семейного счастья, оптимизма и бодрости духа, неиссякаемой энергии и материального благополучия. Служба исполнения наказаний занимает важное место в правовой и правоохранительной системе России. УФСИН стоит на страже защиты государства интересов людей. Еще раз подтверждается, что да, действительно она очень нужна, потому что сегодня, к сожалению, еще есть такие негативные моменты в обществе, которые требуют, чтобы эта служба была. Но она не только как наказующая служба или исполнение наказаний, но и как перевоспитательная, воспитательная-перевоспитательная система. Их служба и опасна, и трудна. Но любовь к делу всей своей жизни, поддержка близких, сплоченный коллектив. Помогают им ежедневно приходить на службу и выполнять поставленные задачи. Яна Витренюк, Евгений Стариков, Служба Настя и ТВ. Любовь, забота и верность – три главных составляющих супружеского союза. Организаторы республиканского конкурса «Семейный очаг» собрали жителей из разных уголков Крыма, чтобы на своем примере образцовые семьи показали, насколько важно беречь и хранить самое главное в жизни каждого человека – семью. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. Счастливая, радостная семейная жизнь – не случайность, а великое достижение, основанное на труде и осознанном выборе. Эту мысль через все этапы соревнований пронесла каждая из семей, выступившая на сцене. На конкурс «Семейный очаг» съехались жители из разных уголков Крыма. Команды рассказали о своих семейных традициях, демонстрировали таланты, участвовали в викторине. Но главная идея здесь далеко не развлекательная. Семья – это отблеск райского блаженства. Это все должно быть гармонично. Семьи должны быть счастливы и благополучны. Это та цель, к которой мы стремимся. Но сегодня, к большому сожалению, мы наблюдаем и обратную динамику, когда многие семьи переживают кризис неблагополучия, и в корне всего этого находится нравственная испорченность. И мы желаем, объединив все усилия, и церкви нашей православной, и Министерство образования сделать все возможное, чтобы показать правильный образец. Создание семьи – великий подвиг. Дать новую жизнь нетрудно, а вот вложить в ребенка понятие любви, веры, совести и ответственности – задача не из простых. Идея конкурса «Семейный очаг» зародилась ровно пять лет назад. Тогда мероприятие в тестовом режиме прошло в одной из школ города. После этого так полюбилась крымчанам, что сегодня приобрело уровень республиканского. То, что мы на сцене видим, не сборные команды школы, а это реальные семьи со своими традициями, со своими условиями, со своими бедами и победами. И очень рады я тому, что у них есть возможность себя лишний раз показать и еще раз утвердить и утвердиться самим, что семья – это основа, семья – это главное, семья – это счастье, ради которого мы живем. Счастливая и дружная семья – надежный тыл, сильная опора и поддержка в жизни каждого человека. «Семей разойдемся, кто куда, Бог так устроен на тебя, только навсегда останется семья». Анна Беляева, Артур Чал и служба новостей ИТВ. Штормовой ветер и сильный дождь, местами переходящий в снег. Такая погода ждет крымчан в ближайшие выходные. В связи с прохождением холодного фронта Атлантического циклона вечером и до конца суток 22-го, а также 23-го марта в Крыму ожидается очень сильный юго-западный с переходом на северо-западный ветер 20-25 метров в секунду, сильный дождь, переходящий в снег. Температура будет 7-12 градусов тепла, ночью от 0 до плюс 5 градусов. 24-го марта температура понизится, ночью ожидается до 5 градусов мороза, на побережье – 1-5 градусов тепла. Дневные температуры тоже упадут до 5-10 градусов тепла. Потепление ожидается с понедельника.